всем я класс и я рад присутствовать вас на своем канале астраколония на экранах продолжаем здесь играться и что я более-менее по привык к трубам даже понял как лучше их настраивать вот значит парадокс заключается в том что на них нужно обязательно ставить фильтры без фильтров эта хрень не работает собственно яркий пример если не поставить вот сюда фильтр что все все что идет по трубе должно идти направо то есть вот этот вот скидывающий фильтр да то есть которая скидывает он не меняет направлением просто скидывает что-то на соседнюю дорожку ну вот вот если его не ставить вот происходит вот такая хрень то есть отсюда якобы выходит ресурс и он упирается в ресурс который идет оттуда и упирается в ресурс который идет от ну вот при этом сам ресурс который допустим идет отсюда он упирая упираются в трубу на котором стоит вот этот самый фильтр и по идее должен проталкивать туда но он этого не делает потому что вот этот фильтр он работает в двух осях то есть получается он работает вот так то есть вперед назад влево и вправо но это касается абсолютно всех фильтров задать направление вверх вниз на нем невозможно получается если в него входят сверху или снизу какой-то ресурс он не будет его скидывать вперед назад влево вправо он ничего с ним делать не будет он не работает этот фильтр и поэтому он в данном случае идет затор с трех сторон все упирается в одно место чтобы этого не было надо поставить снова суда фильтр и почистить потому что если это не почистить все будет очень плохо да вот то есть нужно взять вот это дело поставить обратно вот эту штуку поставить так два нет да кстати поставить будет поставить логистические блоки вот эти вот туда и туда после этого мы можем вот так вот притянуть и видишь он идет куда надо то есть он не сворачивать при этом он показывает что как бы хочет свернуть но не получается у него нет места туда сворачивать пин пердолит туда соответственно точно так же мы пихаем сюда и вот она потихоньку видно что пытается повернуть но не получается и вот как вот так происходит это очень странно это непонятно мне кажется над этим нужно работать вот разработчиком как-то и делать какие-то направляющие ну как в сатисфакторе например ну или факторию есть разделителя до конвейерные которые выглядят как такие кубики помните с и там можно делать различные направления в сатисфакторе появились модовые такие кубики конвейерные разделители они многоэтажные то есть по смысл заключается в том что этот кубик ставишь он допустим трехэтажный и на нем можно выбрать на каком уровне какой ресурс выходит вот вот здесь нужно такое же потому что иначе это хрень полнейшая которая ну вот не работает вот таким образом я например вот здесь поставил блок который не позволяет вверх идти трем ресурсам а именно льду камню и земле вот то есть вот таким образом если мы пойдем вверх то все остальные ресурсы будут идти вот сюда я собственно так и хочу сделать потому что здесь начинается затор во первых ну вот сейчас начала разгружаться но потому что например вот это долго разбирает и вот это долго разбирает ресурс вот если ресурсов очень много по какой-то причине то есть здесь допустим не было ничего здесь все накопилось очень плохо пролезает поэтому здесь мне придется вот эту трубу скорее всего убрать короче давай легкую экскурсию чтобы может быть я пойму как лучше сделать у нас есть вот такие стыковочные ворота с двух пока сторон ну да я думаю только с двух ты у нас и будет каждому я бы наверное под давал возможность подключить вот эту штуку для того чтобы можно было как минимум просто набирать ресурс потому что здесь как видите есть возможность просто вот как буфер использовать и даже если мы пока вот прокладываем свежие трубы или ищем новые месторождения у нас это все работает и периодически отдает ресурс вот при этом нам нужно фильтровать нам нужно фильтровать камень нам нужно фильтровать почву и кварц нужно фильтровать это три ресурса которые если мы получаем последствия добычи как вторичным получается ресурс с планетоида мы его должны использовать камень у нас производят каменные плиты земля почва у нас предоставляет возможность создавать кварц которые впоследствии мы либо используем для гидротоника нет на самом деле нас сейчас дохрена жрачки с помощью хлеба мы делаем не вот и третье это у нас точнее второе это у нас из кварца мы делаем стекло стекло соответственно нам позволяет делать эти трубы не то что прям очень необходимы но окей пусть будет кроме того у нас идет лед ну лед скорее всего будет редким исключением потому что кажется я по моему только на одном планета иди видел куски льда которые можно собирать вот в остальном же этого всего у нас нету все остальное должно идти в накопитель которая будет распределять ресурсы уже по необходимым производством вот соответственно здесь у нас идет все направо дальше делятся на эти три ресурса которых я говорил почва камень лед и идет туда то есть видишь здесь все работает вот идет 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 далее почва дерево камень у нас идут туда ну как бы я не знаю зачем я так сделал но типа ок пускай будет тем более что вот здесь я не ставил дерево довольно забавно давай мы его поставим пусть будет ну вот и вот она туда идет 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 и здесь она из почвы из каменного блока и деревянных бревен делает соответствующие ресурсы ну вот эти ресурсы дальше идут поднимаются по трубе и далее ну тут еще в это мука у нас делается поэтому у нас тут все разделяется вот кстати в данном случае разделите работает вот то есть вот если таким образом соединить то здесь идет разделение на правые идет мука налево идет все остальное вот это очень странно но как бог лад здесь нужно обязательно ставить блокировщик на муку чтобы она не не шла направо то есть направлении труб очень не хватает то есть у конвейеров направлении есть у труб направлении нет но это очень неприятно хотелось бы чтобы на трубах тоже было какое-то направление не вот хотя и понимаю что иногда соединять трубы удобнее в нескольких направлениях а потом их менять это ну такой вот короче то что не отфильтровалась на первом этапе у нас идет дальше и попадает вот сюда где смешивается с каменными блоками и кварцем и прилетает тудой значит за счет вот этих вот сборщиков автоматических у нас периодически здесь идет перина про перья наполнение что приводит к затором то есть у нас это вот даже прокачанная версия конвейеров иногда тормозит это не очень хорошо и наверное в принципе не хорошо на ресурсодобывающих углерод и которая в общем то нам необходим в первую очередь нагружать линию поэтому наверное мы эту трубу всю перенесем нафиг вот нам нужно будет лишь вот этот вот блок на эти вот ресурсы поднять выше вот и папу и вот сюда мы воткнем соответственно то что нам нужно не вот ну и соответственно здесь у нас будет все вот как бы так да проблема вот еще заключается в том что вот эти фильтры хрен ты поставишь наверх то есть вот они не лепятся если конвейерная труба лежит он к ней липнет причем неважно на каком уровне он прям легко липнет да вот видишь прилип то к трубам такое не относится поэтому для того чтобы поставить блокировку вот сюда нужно делать следующее нужно заходить в стены брать вот такую ерунду так ставить вот так потом брать пол ставить пол потом выбираем блок да но получается как на у нас да вот здесь у нас будет блок в этом блоке у нас будет земля камень это и ну давай вот этот то есть у нас туда не будет идти это вся ебала целом трубы можно объединить вот здесь чтобы это все как бы да при этом нам нужно в обязательном порядке взять вот эту хрень и поставить ее так чтобы все что в этой трубе было все шло вот в эту трубу вот таким образом у нас все вертикально будет труба и все будет замечательно вот это мы тоже уберем чтобы нам не мешало а значит далее нам нужно вот это убрать поставить новый уровень взять вот эту штуку вот такое направление делать и здесь мы лед вот это вот это и вот это ставим сюда и потом опять трубу подключаем целом возможно блок блокировка тут и не потребуется такая но заранее лучше сделать на всякий случай вот теперь мы берем вот эту штуку вот так это делаем не хватает немножко вот очень не хватает возможности планировать то есть просто проставить необходимое количество этих чтобы просто потом потыкать и установить еще я столкнулся с проблемой того что у нас очень медленно перерабатывается что-либо то есть наша плавилка теперь крайне медленно работает эффективности как бы хватает но она очень медленно перерабатывать вероятно придется переделывать у нас производство всякого вот то есть ставить вторую плавилку либо когда мы будем уже приходить на новую территорию здесь я не стал уже этого делать потому что по сути осталось ни о чем я весь алюминий отсюда забирать не буду вот может быть еще вот эту вот медь я заберу не вот а я весь уран точно заберу алюминий черт бы с ним у ли рот тоже как бы черт бы с ним у нас его на самом деле оказалось много не вот нам нужно лететь туда где у нас дофига железо чтобы мы его забрали целиком вот скорее всего я прям на астероидах буду ставить плавилки и уже подготовленный ресурс я буду запердоливать на наш корабль потому что у нас получается он в целом неплохо плавит но очень медленно у нас две почти с половиной тысячи урана алюминия меди до хрена кварца до хрена он конечно работает быстро но все-таки не очень поэтому на каждый ресурс скорее всего будет стоять отдельная плавилка чтобы она это все дело перерабатывала либо нет даже не на каждый отдельный ресурс а просто будет стоять плавилки потому что плавилка и здесь умеет плавить сразу одновременно несколько ресурсов и вообще плевать на все так отлично так судя по тому сколько у меня в кармане стекла это говорит о том что я строю да я строю из кармана мне не надо каждый раз что-то там перекладывать это целом удобно так давай мы вот эту штуку разбираем а вот эту штуку мы вещь он все равно туда начал запердоливать я не знаю зачем он делает я вот вот вообще это какая-то очень странная ерунда вот вот теперь он туда не запердоливая да мы теперь вот так сделаем да теперь он туда не запердоливает мы можем совершенно спокойно вот так сделать да но нам туда сейчас не надо нам нужно чтобы это шло вверх поэтому мы вот эту штуку сейчас убираем вот теперь она идет туда вверх вот и вот и все и как бог но опять таки он папа пердолил нам эту хрень на туда нам сюда не надо он видишь зачем-то зачем вот но при этом мне надо чтобы был ресурс определенный вот он шел вот сюда так вот это мы тоже убираем потому что нам не надо вот это по сути нам тоже уже не надо потому что этот ресурс стопудов и так пойдет куда надо вот поэтому получается что нам надо как-то возможно ну вот как блин это сделать то есть вроде бы я бы понял да как это делается вроде и нет давай покидрю мешала пишем херачить туда если мы поставим вот это вот не клеит и все и хоть ты сдохни вот это прям раздражая честно прям бесит а если мы поставим вот этот вот на вот это нет он все равно суда пердолит то есть вот окей если мы здесь поставим фильтр а вот так да вот теперь он пошел куда надо то есть это вот блин это вот ерунда она прям но тяжело и очень тяжело очень непонятно и вот прям грусть печаль тоска вот сейчас у нас земля пойдет заберем земля пойдет ну вот она тут притормаживает потому что нам вот эту хрень надо обновить так вот это тоже заберем понять куда пойдет земля нормально земля пошла туда куда надо вот эту хрень можно убрать здесь у нас лед просто вот сюда будет заходить если вдруг что не так вот и вроде как да все пошло норм да ну это прям тяжело это прям тяжело так железо у нас пошло и оказывается еще одну не подключил ну и ладно так значит у нас тут будет сложность в том что нам нужны а ну нет никакой сложность мы вот здесь подключим штуку и не пошли они делиться не будут сразу сюда полетят а нам соответственно нужно будет так вот кабель подключить а зачем-то туда пихать что он делает так а я понял почему так делал я допер так нам нужна такая ерунда напихал блин то производит 40 производит 40 армен не уверен что нам такое надо но окей пусть пока будет мы в целом можем его и отключить что уран то у нас не так уж при нужны так значит эту ерунду мы отстыковываем это очень странно это очень странно выглядит спасибо так и оба кстати а мы сможем поставить про 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 улучшенный док да и быть о чем такой здоровый мнение это не надо мне нужен разъем гарпуна док системы подключения колонии или планет необходим горят ленточный конвейер конвейер мы здесь поставить не можем но по ощущениям не очень понятно разъем группу на пожалуйста его так окей значит нам надо вниз вон туда я так понял так да он полетели так и теперь нам надо дальше изучать на у нас можно изучить красные трубы но пока ок и без них норм лучше рано и работа робототехника пока не очень понятно нам нужно значит он нам нужно навигацию для дитя на управление всеми двигателями поиска оптимального направления вот это нам нужно космический корабль пошел в жопу а вот компуктеры с нам соответственно нужны и улучшенные вот для тебя нужны нужна астрономия астрономия это у нас алюминиевый брусок и системная плата алюминиевый бруска дохрена просто а вот системная плата что-то пока не очень хочет что с ней не так она у нас не вываливается что-то и стыковка пошла так уранчик надо сразу за железом при этом сразу поставим плавилки потому что нам есть вот потому что нам вот это вот всякая такая ерунду заниматься не камильфо так медь уран углерод и железо меня опять обманули да тут а где железо пока уран до медь так да то есть вот вот мы но да там написано что очень мало железа но не настолько же мало что его как будто бы нет медь 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 вот железо под углеродом обалдеть просто просто обалдеть так ну хорошо нам надо знаешь что сделать нам нужно вот здесь вот немного под расчистить ну допустим мы делаем вот такую хрень далее нам нужны вот эти вот улучшенные плавилки методом обалдеть так еще третью поставил а круто то есть между ними должно быть чуточку больше пространства так сколько вам нужно энергии вам нужно их 3 то есть на каждую по солнечной батареи и того их нужно 9 чтобы они нормально работали далее нам нужны вот эти хреновины ну и соответственно у нас здесь будет конвейерная лента здесь у нас будет накопитель она будет работать и все это будет замечательно работать я надеюсь по крайней мере на это а я же еще хотел это сделать батарейку нас есть блин куда бы его за пердолить а ну ты воткнешься или где припекает она иногда пошла заряжаться один из 100 потребление 10 целом мы могли бы электричество и отсюда провести но лучше все таки автономно папа мы могли всегда так давай 8 чтобы мы всегда могли работать вне зависимости от того что у нас на базе творится окей что у нас по технологиям технологии мы изучаем улучшенные двигатели построите двигатель что перемещать колонию то есть но вот кроме двигателя нам нужно будет еще навигации здесь три космоса здесь 12 космоса охренеть просто так смотрим вот он удары зачем-то решила нам этого тобой так хорошо а говорю что изучил этот вопрос да так 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 давай еще раз значит вот так вот так вот он запердоливает нам всякое мы даже этот фильтр уберем а все остальное у нас пойдет направо а ща почему так кто объяснит то расскажет так давай тогда вот этот уберем здесь у нас тогда получается вот это все а вот это похуй похуй у вас и вообще похуй у почему так работает я не понимаю вот вообще не понимаю как это пач ох просто бесит подожди а потому что наверное нет у нас дает фильтр я не понимаю так давай сначала мы это все потестируем а потом уже будем подключать к общей системе есть у нас такая штука нам нельзя вот туда загонять всякий мусор то есть мы это этот мусор там блокируем при этом мы точно так же вот здесь блокируем все вот это это круто как он туда примагнитил попытка номер 2 надо в данном случае видимо через блокировки работает а вот когда нужно менять направление то есть если мы вот сюда будем втыкать еще одну трубу нужно будет указать ей ну типа сброс куда будет отойти это прям напоминает некоторую садами потому что это какая-то же честно говоря ну ладно окей хорошо пусть будет так здесь у нас я так понял все проходит как надо заберем посмотрим да вот она все тут есть опять же непонятно эта земля проходит направо потому что здесь стоит фильтр или здесь вот это вот очень странная ерунда которая прям удивляет меня но лайка так хорошо давай сюда мы закидим тебя работает тут у нас соответственно нужно будет это все разделить нужно будет еще плит наделать так как мы возьмем давай и добра так и тут нам надо бы включить вывод она не 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 хочет да по какой-то причине может потому что нет электричество есть но бывает так если у нас вроде все проект прошло деревянные бревна давай попробуем мы что-то их иногда будем периодически скидывать все плевна куда надо вроде пошли здесь они тоже суда завернут короче трубы это классно выглядящая хрень но в связи с тем что они максимально непредсказуемые не знаешь насколько она работает ну и конечно вот это непонятно хрень почему она так делает очень очень и очень странно да нужно будет в общем вот эту вот этот этаж снова перед перри собрать переделать потому что пока не очень понятно что мне что с этим делать нужно какой-то план начертить потому что это какая-то жопа назначится нам надо поставить еще один давай 20 поставим этих 30 этих нам нужно поставить еще одну добывалку нужно наверное на железо где там тут было углерод углерод вот она железная руда 1600 физичные деревья как это непривычно так пятерочка как-то так мы их добудем деревья для деревьев классно было бы плита фу плиты пилу бы иметь так у деревьев крон пропал по-моему физичные деревья очень неприятное и непривычно очень не хватает возможности подключать накопителем каким-либо сразу трубы то есть вот эти вот переходники это конечно очень прикольно но например если я хочу поставить вот этот вот склад он только квадратные только конвейер принимает как собственный базовый склад вот это не очень приятно честно говоря хотелось бы чтобы у него были какие-то крепления на трубы вот мне кажется это было бы куда поприятнее потому что вот присоединять по сути два блока теряется вот на этом плюс еще зависит от того нужные фильтры или нет тоже как бы теряется место но и в общем это все не очень приятно приятно так ресурсы у нас пошли потихоньку а пупу 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 так я хотел вот что я хотел вот здесь вот давай я возьму тридцатку тебе и тут мы включим вот эту штуку так и из этой штуки будут делаться электронные компоненты затем эти электронные компоненты будут тратить на системные платы вот и эти уже системные платы нам надо загонять вот сюда да да вот почему у нас тут была такая штука вот и тут у нас будет системные платы выходить давай вот это мы сейчас заберем плавилки туда ванну тупо быстрее расплавилась здесь у нас уже будет готовая продукция по большей части я вам по приколу мы можем и робота поставить пусть он чисто уран нам собирает потому что почему нет да казалось бы у нас есть ну вот давай по приколу поставим поставим во первых нам тут нужен робопорт сборщик роботов да и еще нам по идее нужен ты а чё у нас нет или я не забирал рудник то странно так нужно 5 целом можно попробовать чисто на уран поставить вот этих вот товарищей чтобы они нам его добывали по всему этому острову даже интересно как это будет работать так есть улучшенные двигатели давай посмотрим как их делать улучшенные двигатели делаются из плат и водорода водород мы сейчас делаем 8 плат давай пока есть фильтр уберем нихрена у здоровый а и вот у нас соответственно либо так направление либо так направление мы с корабля да ну нахрен выруби он тащит просто как в себя все требуется технология навигация замечательно у нас есть здоровый корабль который тащит все вместе с собой просто как не в себя так что касается тебя у нас тобой нам нужно поставить вот это вот дело это чудесным образом 6 у нас есть и так уж и много нам нужно получается если их 4 о люблю 4 на 4 шестнадцать так хорошо а а а давай нам нужно значит пить их побольше еще бараба порт куда-нибудь пердолить чтобы мы а мы его наверняка не меча здесь поставить чтобы мы могли собрать еще этих роботов вот так а нам нужны рудокопы то есть нам нужны палки и водород да 6 это у нас три будет а нам нужно сколько еще 2 4 6 давай по палкам для начала 6 на 6 36 палок нам надо найдем 36 палок это нам еще 18 палок есть и сколько нам еще водорода надо 424 водорода нам нужно вы 24 а значит мне еще интересно вот у нас есть склад да здесь вот такое количество ресурсов сколько у нас получается 6 на 424 ресурса и по давай поделим будет ли увеличиваться объем или нет бесконечный ли он потому что вот как оказалось до бесконечный ну может быть он конечно конечно но в общем одного у такого склада хватит навсегда я так как бы думал вот он уже видишь на половину запомнил но ни хрена ну да кто вот тут собирает осмотрю вот летает туда мне нравится что они вырывают такие что ли не что-то уже пошло смотри-ка ну да вот он дошел 24 откуда он взял его не отсюда здесь у 24 мы видим вот 23 там еще 35 нужно потихоньку увозят этот собирает отсюда а эти получается в шестером собирают вот оттуда целом меня это не сильно петь волнуют но если они рядом они прям хорошо собирают это прям топ возможно стоит их будет в большем количестве поставить и попробовать как-то промышленных масштабах их использовать это конечно дороговато особенно с учетом того что дроны по моему у нас не разбираются то есть они одноразовые ты собрал и дальше извините заново собирать их в остальном целом ок ну и конечно без всякого шлака конечно прикольно фильтр им поставить собирать эту самую землю хотя можно вообще выключить а пусть собирают вот но как бог он тут уже одну дырку они разобрали смотрю осталось вот 19 на когда их несколько конечно это лучше потому что когда он один блин или когда их просто 20 вот но опять же еще зависит от радиус потому что здесь они довольно бодро разобрали а вот если они будут летать куда-нибудь особенно где здесь деревья есть это будет очень долго но посмотрим может быть может быть а вот кстати если мы отключим под боджет тут останется мы это просто перенесем ну ладно ок давай тогда на этом закончим я попробую подумать как бы нам базу бы перестроить во первых и хрена ресурсов которые нужно куда-то деть они явно мне не влезут ни в карман никуда плюс как-то какую-то логистику нужно переделать трубы это все замечательно то есть вот это наверное так и останется но вот сделать так чтобы у нас было в был производственный цех нужно энергии энергетический цех короче много над чем нужно пора подумать вот либо забить потому что у нас по сути то осталось не так уж и много мы вот скотоводство изучим следующий раз попробуем животноводство вот это все да то есть пастбища нужны производят мясо яйца молоко и шерсть шерсть нам нужно для чего непонятно но в общем для чего-то он она есть вот не знаю в общем посмотрим как может быть вот это это будет лучше чем эта хрень вот либо они взаимосвязаны потому что пока непонятно чем свинья это кстати интересно и не 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 и не вот пока непонятно нужно ли их чем-то питать до производят вот мясо яйца а как как свинья яйца производят не очень понятно яйца курица курица дружелюбное животное занимает мало места и несет яйца можно омлетики делать да дальше у животноводства улучшенная коровы до лапа горячим растение водства это там ну в общем будем что называется посмотреть но уже в следующий раз не звать и подписываться на канал заходить конец дискорд цен и телегу всем удачи и пока